Вот интересное сообщение пришло, что айтишник из Москвы попытался пожаловаться в полицию на плохую работу общественного транспорта, а его там же прям в полиции макнули головой в унитаз. Ну, нужно больше информации, но как прям гражданин попиши, или помните в этом. Мимино, конечно, мимино, ёлки-палки, ну, представьте, как заклинивает иногда. Тюменские пожарные были выброшены в Тюмени, под Тюменью тушить лес, это надо обязательно показать, то есть их выбросили с самолета, я так понимаю, на парашютах. Они приземлились прямо в ад, и после этого все, с чем они туда приземлились, там сгорело, они убежали и спрятались в реке, и вот они такие счастливые, довольные, видите, вот это вот тушить по-русски называется. Можно комедию снять, но комедию только потому, что они живы остались. Вы же понимаете, в следующий раз так может не повезти, может быть гораздо хуже. Вообще, мне фотографии это нравится, такие они довольны, я думаю, теперь они приедут и неделю будут пить, независимо от того, горит там лес или не горит, скажут, ну, вас нахер, идите сами тушите. Вообще, это издевательство полное, абсолютно, да, то есть выбросить людей с самолета прямо в очаг, что они даже не могут выбраться оттуда и вынуждены в реке спасаться. Адский десант, да, вот Адский десант, хорошее прям название такое в происходнем, так что я их поздравляю. Вот, прошел праймерис Единой России, я вчера уже говорил, что они крутили карусель для того, чтобы показать, что какие-то люди пришли и проголосовали. Я так понимаю, что эта татушка Волкова, которую все там смотрели, заняла какое-то там суперпоследнее место, вот, и прочее. Всех интересовало именно это. Лидером праймерис столицы стал главврач городской клинической больницы, наверное, 52, Марьяна Лысенко. Ну, понятно, что у нее есть клиническая больница, там за нее и голосовали, а еще бегали, наверное, собирали всех больных, там, кто приписан к этой больнице, их на один день всех положили. Ну, как обычно это делать, на один день в больницу, пошли уколчики им делать и прочее, прочее. Так, а потом Петр Толстой, а потом Владимир Ресин, ну, в общем, короче, шобла та еще собралась. Ничего нового, я так понимаю, они хотят по старому варианту прокатиться, да, путинцы. Путин небольшой любитель что-то менять, поэтому они попробуют прокатиться по старому варианту, поэтому они сейчас всех хватают, всех сажают, чтобы кто-то не вздумал что-то какой-то шухер устраивать на выборах. Никакого умного, глупого голосования и так далее. Двое фигурантов дела о реабилитации нацизма признали вину, так это те, которые за бессмертный полк судят. Ну, в общем-то, на самом деле, это люди шутники, ну, они там какие-то портреты, я не знаю, власть того Гитлера туда впихивали, ну, потому что это доведено все до абсурда. Вот у вас есть какой-то в отношении этих людей какой-то негатив? У меня нет, мне кажется, это очень весело, они прикольно прикалывались, да, прикольно прикалывались. Ну, вот сейчас, конечно, прикалываются путинцы. То есть, если вы прикольно прикалываетесь, то чтобы вы прикалывались последним, постарайтесь делать так, чтобы вас не поймали. Продолжение следует... Продолжение следует...